День с толком 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 Убирать улицы города зимой будет почти две с половиной сотни снегоуборочной техники. Работы обещают вести круглосуточно. Для доукомплектования штатодорожников и повышением заработной платы по поручению главы Барнаула принято решение увеличить финансирование сферы на 100 миллионов рублей. Всего же на зимнее содержание Барнаула в 2022 году выделено свыше 750 миллионов рублей. Елена Макаренко, День с толком. День с толком Нарушителя нашли по горячим следам. На основании подготовленных Алтая хранкультуры совместно с ФСБ материалов возбуждено уголовное дело за изъятие археологических предметов, повлекшее повреждение культурного слоя. Дело направлено в Бийский районный суд. Мужчине может грозить как минимум штраф до 1 миллиона рублей, как максимум лишение свободы на срок до 6 лет. Продолжим. Деньги есть, купить ничего нельзя. Жители старого фонда Барнаула столкнулись с проблемой. Вместо равноценного по площади жилья им предложили деньги. Вот только цены на рынке недвижимости немного не совпадают с этими расценками. В итоге люди живут на птичьих правах, ведь в любой момент их могут попросить покинуть аварийное жилье. Подробности у Ирины Корчагиной. Это все течет. Течет здесь. Вот здесь вот особенно. Течет. Мы все ждем, что это, конечно, упадет. И постоянно здесь огромный ужин. Когда спишь, тишина, естественно, ничего нет. И слышно, как что-то где-то сыпется. Этот дом на Петра Сухова разваливается у Дарьи на глазах. Здесь она живет уже 20 лет. Здание признали аварийным 6 лет назад. И девушка с двумя детьми не претендовала на новое жилье, но была уверена, ей положено хотя бы равноценное по площади. И в один прекрасный день, год назад, нам приходят письма о том, что давайте съезжайте, собирайтесь. И мы не даем вам... Закончилась программа по обмену, так скажем, квартир квадратных метров на немного лучше. И дают деньги. Мне, например, за 41,7 квадратных метров в моей квартире дали 2 миллиона 450 тысяч. И в эту сумму входит не только стоимость квартиры. У нас приватизированная земля под домом. Получается, деньги Дарья уже получила, а купить на них сегодня ничего не может. Так и живет здесь с детьми на птичьих правах, пока не выселят. Брать ипотеку и кредит девушка не готова. В итоге в этом доме остались две семьи. Дарья и Елена. У женщины инвалидность тоже двое детей. Так вот, Елене за ее 40 квадратов насчитали порядка 3 миллионов 200 тысяч рублей. 3 миллиона 200 тысяч рублей, то это можно подобрать квартиры в домах 80-90-х годов постройки. Но это уже такой панельный дом от того времени с отделкой, в общем-то. Но это по площади будет 33 квадратных метра. А если речь идет о 40 квадратных метрах, то действительно нужно будет увеличить бюджет примерно до 4 миллионов рублей. То есть примерно за квадратный метр сейчас рассчитываем стоимость 95-100 тысяч рублей. Кстати, Дарье насчитали ее 2 миллиона 450 тысяч рублей еще до всем известных февральских событий, после которых цены на жилье взлетели. Опять же, так как дети собственники, получилось, что я нахожусь в клетке. Деньги, естественно, как собственники, деньги лежат у детей на счетах. И опека, естественно, не пропустит детей с 41 квадратного метра переселить в 30 квадратных метров. Сейчас две оставшиеся семьи на Петра Сухова продолжают бороться за свои права, подав в суд. Неделю назад мы отправили запрос в администрацию Октябрьского района, чтобы прояснить ситуацию. А главное понять, какие еще варианты могут предоставить людям, которые каждый день рискуют остаться под завалами своего дома. К этой теме мы еще вернемся. Ирина Корчагина, Александр Андропов, День с толком. Жители Алтайского края стали свидетелями полета ракеты. Некоторые даже успели разглядеть в этой вспышке неопознанный летающий объект. Вот такие кадры накануне появились в социальных сетях. Смотри, ракету запустили. Летит. Безоблачная погода позволила разглядеть след ракеты. По форме она напоминает медузу, отмечают очевидцы. На самом деле это реактивные газы, подсвеченные находящимся под горизонтом солнцем. Добавим, что ракета-носитель стартовала с пилотируем кораблем «Циолковский» с космодрома Байконур. Вынуждены играть на проезжей части. Дети многоквартирного дома на Анатолии остались без детской площадки. Жильцы соседней многоэтажки повесили замок на игровую зону и перестали пускать чужую детвору. Насколько законны такие действия и где теперь играть юным горожанам, пытались разобраться на общем собрании жителей, управляющей компанией и представителей администрации. Подробности далее. Никитина, 40, все себе куда хотят стоять, ебанки туда же. Так резко и эмоционально ищут выход жители дома на Анатолия, 35А. Две недели назад у их детей забрали детскую площадку. Жители дома на Никитина, 40, закрыли избушку на клюшку и посторонних пускать перестали. Детская площадка оказалась на территории Никитина, 40. Потом собственники Никитина, 40 решили эту детскую площадку огородить, так как она находится на земельном участке, относящемся к их дому. Детская площадка создавалась, когда строился дом на Анатолии. Застройщик обещал, что в игровой зоне уживутся дети двух многоэтажек. Но что-то пошло не по плану. Малыши с территории дома на Анатолии остались неудел, причем даже законно. По документу территория детской площадки принадлежит жильцам дома на Никитина. Осталось детям гулять либо на этой дороге, либо на тротуаре перед домом. Я хотел к жителям, если уж так, пользуясь этой возможностью, к жителям Никитина, 40, обратиться, чтобы они как-то пересмотрели эту позицию по отношению к детям, с кем воюют. По итогу они воюют с детьми. У меня дочь полтора года, они пускают на детскую площадку. Просто решили каким-то образом, собственники жилья того дома, что не пускают детей наших, нам приходится гулять по улицам, где-то обивать какие-то пороги. Жители многоэтажки на Анатолии пригласили на общее собрание представителей власти управляющую компанию. Последняя, к слову, находится между двух огней. Обслуживают оба враждующих дома. Мы как управляющая компания, то есть неоднократно собирались с советом дома Никитина, 40, то есть свои варианты предлагали решение вопроса, чтобы не закрывать площадку для детей дома Анатолия, 35А. Ну, не нашли поддержки, то есть они приняли самостоятельное такое решение. Почему сегодня представителей Никитина, 40, не было? Вчера им в телефонном разговоре было сказано, что сегодня будет представитель администрации по решению данной ситуации, сложившейся сложной, но никто не изъявил желания и не пришли. Так что пока мирно, ситуацию решить не удалось. Жильцы дома с Анатолия решили дать ответочку соседям, установить шлагбаум. Он ограничит въезд посторонних автомобилистов, в том числе и жителей Никитина, 40. Помогут ли такие меры? Вернуть игровую площадку покажет время. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Барнольские семьи, оказавшиеся в состоянии острого стресса из-за объявленной мобилизации, могут получить психологическую помощь. Причем абсолютно бесплатно. В краевую столицу заработали сразу пять мобильных психологических офисов. В случае необходимости, говорят психологи, они готовы подключиться и в ситуации, когда тревожно от того, что кому-то из близких предстоит участвовать в военной спецоперации. О новом социальном проекте и его работе подробнее в сюжете Елены Макаренко. Как сегодня? С каким настроением пришли? Как Кирилла дела? На встрече психолог и мама-подростка, который посещает психологический офис регулярно один раз в неделю. Проблема моего сына уверенности в себе, комплексы в связи с диагнозом, ну и вытекающие отсюда. Не умеет дружить, недостаточно социально адаптивен. И вот это была наша основная проблема, с которой мы сейчас работаем. Такие психологические кабинеты открыли в каждом районе Барнаула в филиалах комплексных центров социального обслуживания населения для того, чтобы к психологу теперь можно было обратиться рядом с домом. Новый проект – совместное детище Министерства соцзащиты и краевых кризисных центров. Специалисты последних ежедневно в определенные часы приезжают в такие офисы и занимаются с людьми по самым разным запросам. От проблем социализации детей до личных кризисов. А сегодня психологи готовы поддерживать и тех, кому, возможно, понадобится поддержка из-за объявленной в стране частичной мобилизации. И действительно сейчас есть большая необходимость помощи этим людям, которым сложно, которые, возможно, не всегда могут подстроиться под изменяющийся мир, под сложные обстоятельства этого мира. И тогда профессионал, психолог может помочь в этом вопросе, может сделать жизнь спокойнее. Жизнь нашей героини Екатерины уже немного стала спокойнее. Женщина благодарит инициаторов нового проекта за то, что ее сыну помогают рядом с домом, бесплатно, при этом корректно и эффективно. За время контакта диагноза Кирилла я обращалась неоднократно к разным психологам. Но мы жили в другом регионе, и там я не ходила к одному и тому же. Я всегда искала, потому что не было такого результата. Почему мне здесь понравилось, я планирую очень долго посещать, и ребенок ждет этих занятий, и он, в принципе, планирует достаточно долгое время ходить, потому что мы видим результат. Стать клиентом таких психоофисов можно, записавшись через специалистов краевых кризисных центров, либо центров соцобслуживания населения. Бумер Покер Фейс решала, эти еще 148 слов теперь, фигурально выражаясь, официально получили российский паспорт. Орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова пополнился очередной сотней определений, которые и до этого существовали в нашей действительности, но от частого их употребления система языка включила их в себя. Как и брусенье новой порции англицизмов воспринимают филологи, и стоит ли паниковать борцам за чистоту языка, смотрите далее. Гуглить антиваксеров, видеоблогер, выпускающий фейки, теперь это уже не набор слов, а официально признанные русским языком определения. Сентябрь принес очередную порцию пополнения в орфографический словарь Виноградова. Решала бумер, джетлаг, теперь наша действительность. В Педуниверситете это объясняют так. Слово получило российский паспорт. Можем употреблять эти слова, а можем их игнорировать. Если мы их употребляем, таким образом мы их одобряем. А ученые фиксируют этот процесс. По словам специалиста, процесс включения в словарь имеет практичную функцию, чтобы люди могли проверить правильность его написания. В последние годы словарь пополняется в большинстве своем англицизмами, но трагедии в этом филологи и те, кто борется за сохранение русского языка, не видят. К тому же обилие английских слов с нами уже лет 70. Этот период начался после войны, когда американские и английские политики встретились и договорились о том, что надо английский язык, чтобы доминировал. До тех пор в Европе это был немецкий язык, а французский язык дипломатии был очень развит. Еще раньше, если посмотреть, то это был бы испанский язык. И иноагентами новичков языка не назвать. Эта система саморегулируется, объясняют специалисты, и вбирает то, что нужно ее носителям. Измерителем того, что слово обрусело, является то, что от него производные слова. Ну, кофе. Ясно, что это слово заимствованное, но есть и кофейный, и кофейник. Когда человек заменяет всю свою речь такими словами, вот этого, конечно, не хотелось бы. Но мне кажется, что всегда разумное сочетание нового и традиционного, вот в этом и есть наша мудрость. А еще специалисты добавляют, что бояться ввода новых слов не нужно. Другое дело, когда новички влияют на структуру языка. Но с русским этого не происходит. Добавленные приставки, суффиксы, переход из одной части речи в другую, например, облайканные, океюшки, делают заимствования даже привычными российскому слуху. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. Известное в Барнауле мозаичное полотно «Знамя революции», расположенное на здании ФСБ, начали реставрировать. Обновлением занимаются мастера Российской академии художеств. По оценкам специалистов, мозаика является ценным произведением монументального искусства Сибири. Завершить реставрацию специалисты планируют к ноябрю. Панно сделано из смальты и керамики. Это материалы, из которых сделаны панно Московских метро. Это очень вечные, можно сказать, материалы. Особая техника создает такую игру света и тени, при которой под разным углом освещения на первый план выступают все новые детали, и зритель каждый раз видит в панно что-то новое. А благодаря насыщенности красного цвета, толщине и непрозрачности создается эффект внутреннего свечения. Задумали мозаику к 250-летию Барнаула, но готово полотно было лишь в 83-м году. Ее создатели, мастера из Санкт-Петербурга, Валерий Вышивалов и Владимир Янтарев, рассматривать панно можно долго. Там много разнообразных деталей и образов. Знамена, красногвардейцы, портреты исторических личностей. Ленин, Троцкий, Георгий Победоносец. Мозаика изготовлена на плитах, отдельных плитах, и собрана уже на месте, смонтирована. То есть в советское время была такая технология. Соответственно, плиты имеют тоже свои свойства отходить уже от фасадов в свою очередь. А от них, в свою очередь, отстаивается смальтер. То есть это такой двойной процесс. То есть где-то мы засверливаем насквозь эти плиты и их притягиваем к фасаду. То есть там очень интересная система, она сложная. Принципиально внешний облик ее не изменится. В этом и состоит задача сохранения исторического и культурного наследия. Не в том, чтобы принести свое, а в том, чтобы она осталась такая, как она была при авторе. Закрой глаза, и ты увидишь намного больше. Благодаря специальному оборудованию слабовидящие могут ощутить и прочувствовать атмосферу театральных постановок. Теперь это стало доступно и в Молодежном театре Алтая, который выиграл грант по поддержке людей с нарушением зрения. Подробности в видеосюжете. Шатен среднего роста, с густыми усами и короткой бородой. На мужчине темный деловой костюм, белая рубашка с галстуком, в руке портфель. Узнать цвет волос главного героя пьесы, понять, какая деталь украшает его костюм, оценить, не переигрывает ли актер. Такие театральные тонкости теперь доступны незрячим людям. А все благодаря специальному оборудованию, передающему тифло-комментарии, то есть аудио, описание происходящего на сцене. Заранее подготовленные тифло-комментарии озвучиваются в живую, в реальном режиме времени, здесь и сейчас. Живые актеры, живая я, живая аудитория, которая воспринимает все посредством радиопередатчика. Адаптировать спектакли для зрителей с особыми возможностями здоровья получилось благодаря победе Молодежного театра Алтая в грантовом конкурсе программы поддержки людей с нарушением зрения. Театру выделили оборудование, мобильный передатчик и 20 аудиоприемников. Безусловно, идет работа с целевой аудиторией, потому что есть сообщества и места, где эти люди собираются, через которые удобно их оповестить, пригласить. Зрители к нам приходят разные, умение работать персоналу, оно просто необходимо. Поэтому, в общем-то, периодически мы всегда проводим какой-то инструктаж из центральной зоны, начинается встреча, и дальше они помогают, провожают зрительный зал, рассказывают, где их места. В общем, полностью сопровождение людей. Для работы тифлокомментатора сделали специальную кабину с шумоизоляцией, чтобы звуковые титры не мешали другим зрителям. Она расположена на балконе, откуда можно наблюдать за всем происходящим. Он делает разминку, перемещается по кругу. Матиас выходит из машины, делает пластичные движения, поочередно машет руками над головой. Некоторые спектакли, они с большим числом декораций, с большими паузами. И там, где танцы, где проходит какая-нибудь пластика, ты чуть больше работаешь и выкладываешься. На самом деле нет таких спектаклей, которые не нужно или нельзя было писать. Тифлокомментарии появились у спектакля «Временно недоступен», «Крахмальная 92», «Когда я снова стану маленьким» и «Вандербой». Для них театр также выпустил программки на рельеф на точечном шрифте. Позже с этой осени люди с нарушениями зрения смогут побывать на самых востребованных постановках молодежного театра Алтая. Мария Мацава, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон из редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует.